Недельная глава Нуаха. Начинаем! Это история Нуаха. Нуах иш цадик тамим о йобе дирисов. Он был цадик и тамим полноценный в его поколениях. Так тут написано про Нуаха он был цадик и тамим. То есть Нуах был цадик и был тамим. Интересно. Когда Бог говорит с Нуахом, он сказал, тебя я видел цадик лефонной бады разе. Тебя я видел, что был цадик передо мной в этом поколении. Написано только цадик. А почему? Гемора спрашивает этот вопрос и отвечает, что часть достоинств говорят человеку, а часть его достоинств. А все достоинства не говорят. Надо же жалеть другого человека тоже. Сказать ему все достоинства, можно его испортить. Что он будет слишком гордым. Часть, можно сказать, а все нет. Это то, что написано в геморе. А есть очень интересный комментарий на это автора книги Шухана Рух. Он говорит так. Нуах жил в нескольких поколениях. И в нашей главе Нуах говорится о двух событиях. Про потоп и про афрага. Разделение смешения языков. Разделение языков. А Нуах жил тогда. Он был в том поколении тоже. Так интересно. Он говорит так. Нуах был цадик самим в поколениях. Мноростное число. То есть в каждом поколении было свое испытание. Другое. Поколение потопа. Основное преступление поколения было погоня за развратом. Разврат. Гнусный разврат. Какое качество противоположное разврату? Это цадик. Так Нуах проявил свое качество цадик в поколении потопа. Мы говорим Юсейф а-цадик. Какое было самое его тяжелое испытание? Жена хозяина хотела его собрать. Так Нуах. Так Юсейф был цадик. Так в поколении потопа Нуах проявил свое качество, что он был цадик. Отдалялся от разврата. А в поколении потопа испытание было другим. В поколении потопа они сказали, что мы что это такое? Мы построим башню. Мы сами все сделаем. Пусть нам сверху не указывают. Мы сами все хорошо понимаем и сами со всем справимся. Слышали такое или нет? Это было поколение, поколение флага. Разделение, смешение языков. Какое качество противоположное этому? Это томим. Полноценен с Богом. Так по его комментарию, в его комментарии говорит так, что он проявил два качества на двух поколениях. Поколение потопа он проявил качество цадик. Поколение, смешение, разделение языков. Он проявил качество томим. Это все верно. Но когда Бог говорил с Ноахом перед потопом, то это было только перед потопом. Тогда он проявил только качество цадыки. Поэтому он ему и говорит. Тебя я видел, цадык, передо мной в этом поколении. Ну, а какие испытания в нашем поколении? Я думаю, есть и то, и то. И нужно быть и цадык, отдаляться от возврата. И камины без полноценен с Богом. И то, и то. Ваея, нет ни ваше, что воним, ну, ах родил трех сыновей, аш-шим, аш-шум, аш-шум, аш-шум. Ваоти, шохей, соорец и фнуй, ах-шум, и спорцилу земля, перед Богом. И спорцилу значит, был ухраз врат. И второе, земля наполнилась гребежом, Бог увидел землю, она испортилась, что каждое тело испортилось далеко свой путь, а город на земле, то есть каждый вид смешивается с другим видом. Интересно, есть на это геморрай, есть медра шраба, в геморре с ангедром пишется, что это было преступление человека, он делал опыты смешения видов животных, так это преступление человека, написано, все живое испортило свое поведение, то есть геморре это преступление человека, а по медраше читается, что каждый вид шел за другим видом, то есть это искривление путей самих животных. Спрашивает Бейс Агиви, как это, как это произошло? Человека мы знаем, у него, Бог его изначально создал, яйца ты, яйца ра, доброе желание и злое желание, и дал ему выбор, животное живет инстинктами, у него нет выбора, животное живет естественно, инстинктами. Что же значит, животное испортил, животный мир испортился и стал иметь отношение с другими, один вид с другим? Что это значит? Как это, как это произошло? Вопрос? Бейс Агиви на это отмечает, что каждый из нас влияет и может влиять на окружающий мир. Это влияет, предположим, человек делает какое-то доброе дело. Когда видит человека, который делает что-то, увлеченно учится, молится хорошо, делает добро другим с полным сердцем, так как, как говорится, это пример заразителен и многие люди от него учатся. Подобно этому, если кто-то делает плохие действия, это может, это влияет на других людей. Но есть и другое влияние. Когда человек делает добрые дела и даже его не видит это. Он у себя дома напряженный, много часов учит Тору, молится с особой аккуратностью, с особым вниманием, делает добро людям и так далее. Его добрые дела посылают искры положительной энергии в окружающую среду и влияют на окружающий мир. Подобно этому, если кто-то делает преступление, даже его и не видят, но он посылает свои отрицательные энергии, искры своей отрицательной энергии вокруг. Между прочим, получается, что человек делает добрые дела и люди от него учатся, то ему полагаются дивиденды от тех добрых дел, какие-то проценты от добрых дел, что другие делают из-за его влияния. Это выгодный бизнес, между прочим. Теперь. Так, Бейса Агиви говорит так, что люди испортились и занимались гнусным развратом настолько, что они совратили окружающий мир. Они повлияли на животный мир, что животные стали скрещиваться с другими видами. Это влияние человека. Конец всего тела, всего живого, не всего живого, то есть колбосер всего для животного мира Болефоне пришел передо мной. Земля наполнилась грабежа от них. Я уничтожаю от земли. Вот тут надо понять. Есть два кусочка в Раше. Раша говорит в одном кусочке так. Написано, конец всего живого пришел. Почему? Потому что земля наполнилась грабежом. То есть приговор на мир был из-за грабежа. Так? А до этого написано насчет того, что все живое испортилось. И человек испортился, занимался развратом. И поэтому пришло наказание. Как это сочетается? Говорят так. Не было бы грабежа, не было бы приговора. Приговор пришел из-за грабежа. А вот в какой форме приговор, так Раша привозит. Там, где ты встречаешь разврат, приходит страшное наказание на мир. И тотальное убивает хороших и плохих. То есть приговор был из-за грабежа. А вот то, что был такой тотальный приговор, это из-за разврата. Сделай себе ковчег из дерева такого гофа. Кинем. Комнаты, ячейки. Сделай ковчег. Комнаты, ячейки. 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 А почему Бог выбрал именно этот путь? У Бога много путей спасения человечества, спасения Ноаха. Почему именно этот путь? Из причин этого было, чтобы Ноах долгое время занимался постройкой ковчега. А его все спрашивают, старик, что ты тут строишь? Что ты делаешь? Он говорит, ковчег. А для чего? Бог недоволен человечеством и придет наказание на мир. Придет потоп. И поэтому я это строю. Чтобы это воздействовало на них, чтобы они исправились. Но, к сожалению, это не подействовало. Музея шататься, если это сделать ее. Шлэйш мэйсамо эйрахатэйво. Триста локцей длина ковчега. Хамиши мамо робо. Пятьдесят локцей ширина. У шлэйши мамо кимосо. И тридцать локцей высота. Триста локцей длина ковчега. Цэй артасэгатэйво. Окошко сделай для ковчега. Бэлэамо. К локцю ты халэну мэлмала. Закончи ее наверху. Увэсэхатэйво. Вход в ковчег бэцидо тосим. Поставь сбоку. Нижний этаж второй и третий делай. Раша говорит так. На верхнем этаже для людей. Средний для проживания животных. Нижний, чтобы сбрасывать навоз. То, что надо выбросить. Теперь. Интересный вопрос. Ковчег был довольно большим. Триста на пятьдесят на тридцать. Правильно? Задается вопрос. А как там поместили все животные? Во-первых, наши мудрецы говорят, что Нуах водил именно малышей от всех животных. Малышей. Но при всем этом задается вопрос. Как все это хватило? И для животных, и для птиц. Для всех видов. Рамбан отвечает на этот вопрос так. Если смотреть естественно, не хватало бы места для всех. Но что? Это было то, что все поместились. Это чудо. Но если так вопрос. Почему бы, что... Зачем же надо было столько... Нуаху трудиться. Строить такой большой ковчег. Есть правила у Бога. То, что человек может делать своими руками, пусть человек делает. То, что выше его возможностей, Бог помогает. Так, нуаху было указание строить такого-то размера. А дальше это уже расчеты. А дальше уже Бог помог. Вони, а я и на них... Вот я привожу это... Амабу потом... Воды на земле. Воды на земле. Я установлю мой союз с тобой. На что союз? Чтобы еда, которую он возьмет в ковчег, не испортилась. Раша приводит еще. Знаете, на что? Чтобы, нуаху, эти люди этого поколения, чтобы они его не убили. Вы знаете? Вы знаете, что они говорили? Старик, ты говоришь, придет потом. Да ничего не будет. А если придет, что ты думаешь? Ты спасешься. А мы погибнем? Такого не будет. Раз уж погибать, то вместе с тобой. И они такие... Собирались это сделать. Пошли это делать. Но... Бог послал милицию. Львы, цигры, медведи, волки. Такая разношерстная милиция. И она разогнала тех, которые шли нападать на Нуаха. У вас, Эллативо, придешь в Ковчег, а то ты, у вонехо твои сыновья. Видишь, такая жена, у ншей вонехо. И жены твоих сыновей, и только с тобой. Видите? Раздельно. Мужчины отдельно, женщины отдельно. Раз приходит такое наказание на мир, так они тоже так себя вели. У Микола Хаев, всего живого Микол Боса, от каждого тела. Шна и Микел. Двое от всех. Тови и Эллативо. Приведи в Ковчегах, а есть и тох, чтобы жили с тобой. Зохору ныкейво ею. Самец и самка, чтобы были. Меои фаминыю. А птицы по его виду. Уминабеймолы мино. От животных по ее виду. Микел Ремесу Адома. Все, что пресмыкается по земле. Микола Хаев с домаминыю по его виду. Шна и Микел. Двое от всех. Придут к тебе, чтобы остаться живыми. Видите? Они придут к тебе. Они приходили сами. А ты возьми себе. Каждой еды, которая съедается. Вос авто и лехос. Сибирик с тебе. Войолы ховы лохэм. Будет тебе и им. Лохо есть. Маяс Нуах. Сделал Нуах. Кэхэйла ша циво и селли им. Как все, что Бог ему велел. Кэнь осу так он сделал. То есть он строил Ковчег. Знаете, сколько он строил? Приводится, что он строил сто двадцать лет. Ему во время потопа было шестьсот лет. Мои имя ради мной Ренея. Скал Бог Нуахо. Бэй а то бэхо. Бэй с хо эллатэйво. Приди ты. И весь твой дом эллатэйво в Ковчег. Кээй с хоро иси. Потому что тебя я видел. Садык Лэфон Най. Садык передо мной бадэ разэ в этом поколении. А. Микилэ бэй ма атоиро. Всех чистых животных тикаха хо шиво шиво. Возьми по сиим изшва и ишты. Самец и самка. Умина бэй ма ашалга и таиро и. От животных, которые нечистые. Шна им двое. Ишва и ишты. Самец и самка. Муж и жена. Обратите внимание. Тора пишет чистая атеиро, а нечистая? Ашер гэйтеиро, которая нечистая. Скажите, а если сказать, а что короче? Ашер гэйтеиро или Атмэйо? Понятно, что Атмэйо короче. А почему? Тора писала в деликатной форме. Сказать Атмэйо это не совсем деликатно. Поэтому Тора выразилась, которая нечистая. Это урок нам. Чтобы у нас был деликат, чтобы мы деликатно выражались. Деликатно. Это большая важность. Деликатность речи. И это показывает на внутреннее содержание человека. Гамме и фашумаим. Так же птицы неба. Шиба жива. Семь. 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 Самец и самка. Эхай и зер. Что осталось потомство. А в ней хороят на лице всей земли. Так. Интересно. А почему от чистых надо было взять по семь? Так пообъясняется. Для того, чтобы при выходе из ковчега из них понесли жертву. А жертву приносят только от чистых видов. У нас в Торе для еврейского народа дальше указывается, что из чистых видов тоже приносят только из нескольких. Так. Корова, овца и коза. Не только от домашних животных. А птиц. Только от двух видов голубок. А до дарования Торы и для неевреев и после дарования Торы можно было приносить от всех чистых видов. Домашних животных, диких животных, этих птиц, этих птиц. Но только чистых. Интересно. Интересно. Тут написано... Тут... Тут... написано, что по двое... Дальше написано, что они приходили к Нуаху. По двое приходили к Нуаху. То есть приходили сами. По двое. А тут написано... Семь-семь. Ты бери. То есть ты. Собирай. Почему? Почему пара... Она приходила сама. А вот эти семь... Ты иди бери. Рамбан на это отвечает так. Рамбан на это отвечает так. Пара, которая... Приходила... Самец и самка... Это... Чтобы... Остался этот вид на земле. Это Бог сам... Сам так делал, чтобы они приходили. А эти семь... Это чтобы... Как мы уже говорили... То, что больше у чистых видов. Больше, чем пара. Для чего? Чтобы приносить жертвы. Приносить жертвы... Это митцва. То, что для спасения этого вида... Бог сам посылал. Это было самого... Без труда. Ноаха. А... Эти... Чистые виды... Больше, чем не чистые. Это для митцвы. И для принесения жертвы. Для митцвы надо трудиться. Поэтому это уже... Ноаха должен был сам собирать. Кир Йомим Ичьи. Потому что еще через семь дней... Я спускаю дождь на землю. Сорок дней и сорок ночей. Умакиси. Я сотру. Эсколайкум. Все существующее. Ашеросиси, что я сделал... Мелп неу аду мост. Летать землю. Бояс неях сделал. Неях кэхэйл. Ашер... Неях кэхэл. Ашерцеву адыной. Неях сделал, как все, что Бог ему велел. Что значит? Как все, что Бог ему велел. Что он... Когда Бог ему сказал войти в Ковчег. Он вошел. В неях. Бен шесть моих жены. Ему было шестьсот лет. В амабул ойо. Амабул ойо. А потоп был. Май и малорец. Вода на земле. На земле. В айовы вошел в неях. Он вон его сыновья. В ищтей. И жена. Он шей вон его жены и сыновья. Идти с ним. И ратей в Ковчег. Бипней. Май амабул. И завод потопа. Май амабул ойо. И животного, которое нечистое. Видите? Опять. Тоже выражение. Эйне нотейро. Нечистое. Деликатность. Выражение. У миноев и птиц. Вихыгашчаримейсу аглодомо. Все, что двигается по земле. Шнаем шнаем. По двое-двое бэу приходили в ноах и ратей в Ковчег. Зохару на кейвах. Самец и самка. Кашациво и ригим снеях. Как Бог велел в ноаха. Мы уже упомянули это предложение. Что по двое самец и самка приходили сами. Ваилыш и Масайомы. Было к семи дням. Умея амабу. А воды потопа. А Юаорес были на земле. Что значит семь дней? Какие семь дней? Раша приводит этот медраж. Что как раз в тот момент. Умер дедушка Нуаха Матушелах. И всех, которые упоминаются в Торе. По него упоминается, что он жил больше всех лет. И всех упоминаемых в Торе. Знаете сколько лет он жил? 969 лет. И как раз если сделаешь расчет его лет жизни. Так они как раз приходятся ко времени потопа. Конец дней его жизни. Между прочим. Вы знаете что? Жизнь до потопа была очень приятной. Так им рано рассказывали. Какая приятная жизнь. Долгие годы. Какая без болезней. Без страданий. С музыкой. Как было приятно. Представьте себе. И запоминаемых в Торе. Кто-то умер рано. Это папа Нуаха. Знаете сколько он жил? Всего 877 лет. Рассказывается о трагедии, которую постигла Ханоха. Знаете сколько лет он жил? Это вообще трагично. Он преждевременно ушел из жизни. Он жил всего навсего 365 лет. Представляете себе трагедию? Так рано ушел из жизни. Все остальные. Около 900. Около 900. Больше 900. А так рано уйти из жизни. Такая прекрасная жизнь. С музыкой. Без страданий. Без болезней. И к чему это привело? Что люди загордились. Что? А работа была? Работа была. Но при всем этом. Мне так тяжело было. И работа была. Но уже жили. Приводится и с музыкой. И приятно. И посылали детей. Не боялись никого. Все было хорошо. И им было слишком хорошо. И они загордились. Погнали за удовольствием. И за развратом. Грабили один у другого. И это привело. К страшному наказанию. Вообще от потопа можно учиться. Что какое-то поколение нарушает законы Торы. Грешит. Потом еще поколение. И так это собирается. Пока приходит наказание. Поколение потопа еще не имело большого опыта. Что может произойти. А дальше уже надо учиться из опыта прошлого. Была страшная трагедия. И поколение после потопа. В какой-то мере. Стали опасаться развода. Чтобы наказание не пришло еще раз. Так 7 дней. Бог дал еще чтобы оплакивали по Матушинаху. А потом Бог привел потом. В 16 шесть месяцев. В 600 лет жизни. Во втором месяце. В 17 месяце. Ну. Есть геморит два мнения. Когда первый месяц. Когда второй. Если первый месяц Ниссан. Второй это Иер. А если первый месяц Тишрей. То второй это Хашвана. Мы же как раз в Хашване. По этому мнению. Это 17-го Хашвана. Это еще. Еще две недели плюс. Дата потопа. Мои мазы в этот день. Не в КУ. Разверзлись. Все источники большой бездны. То есть источники снизу. И окна неба не в тох открылись. Что значит окна неба открылись. Очень понятно. Это значит. Пошел большой дождь. Это выражение тоже. Был дождь на земле. 40 дней и 40 ночей. Именно в этот день. Пришел. И трое жен. И сыновей. И там с ними. И там с ними. И там с ними. Все животные. По ее виду. И там все животные. Весь домашние животные. По ее виду. Вся ремес. Все присмыкающие. Оремеса Орес. Который присмыкающийся по земле. Фламинею по его виду. Вехол и Фламинею. Все птицы по его виду. Килципер кол конов. Все птицы. Всякие крылья. Которые с крыльями. Мое веление. Пришли к нему. От его ковчег. Шнаем шнаем. По двое. Микола Боса. Всего живого. Ашабей. В котором в нем. Руахаем. Дух жизни. Представляете себе. Какой зоопарк. Каким зоопарком. Должен бы. Нуах с его семьей. Заботиться. Представляете себе. Все виды. Вот тут. В Иерусалиме. Есть зоопарк. Скажите. Сколько людей. Его обслуживают. А тут. Сколько. Работников было. Нуах. Его жена. Трое. Сыновей. Их жены. Всего. Восемь человек. Они взяли с собой. И. Но. Шейм. Рассказывал. Он говорит. По-настоящему поспать не могли. Тут надо этому животному в это время. Этому в это. То есть. Он. Весит. Год. Они занимались. Хесед. Заботились о всем жимом. Это не. Не просто было для них этот год. Они постоянно. Работали. Подавали этому. Подавали этому. Подавали этому. И. Надо было. Помнить. Какие часы. Этому животному. Какие это. Какие виды еды. Это животное. Ест. А какие виды этому. В обоих. Приходящих. Зохран. Самец. И. Комяков. Боссов. А. Всего. В обоих. Пришли. Как. Бог. Его. Закрыл. Буквально. Закрыл. От воды. Зараша. Приводит. Закрыл. От. Хулиганов. Которые сказали. Раз уж погибать. Погибни вместе. Что. Старик. Ты думаешь. Ты останешься. А мы погибнем. Такого не будет. Погибать так вместе. Так. Пришла. Как я уже сказал. Спецполиция. Львы. Тигры. Рыси. Медведи. И. Разогнала. Все. Хулиганов. А может быть. И съела. Ваи. Гамабу. Был потоп. Горбоем. Еем. Сорок дней. Орес. На земле. Ваи. Рбу. Амаем. Умножились воды. Ваи. Суэс. Аты. Понесли ковчег. Ватором. Поднялась. Мяорес. Над землей. Ваи. Гмару. Так вы видите. То, что было так много воды, это не только дождевая вода. Это и раскрылись источники вода, которая внутри земли вышла. Ваи. Мруамай. Усилились воды. Ваир. Бумеид. Очень умножились олорес на земле. Ваты. Аты. Аты. Ковчег пошел по воде. То есть я понимаю, как читается, с самого начала она поднялась от земли, но еще не ехала. А потом стало больше воды, а стало идти по воде. Ваамаем воды. Говру усилились мы. Идме. Идалорес. Очень-очень на земле. Ваихус упокрылись. Колы горы макбейм. Все высокие горы ашатаха с кола шомоим, который под всем небом. Хамеш. Эсры амомил мало. Пятнадцать локций сверху. Говру амай. Усилились воды. Ваихусы и горы покрылись горы. То есть даже на самой высокой горе вода была выше на пятнадцать локций. Ваигма вымерли. Колбоса. Все живое. Орымес. Орес. Которая пресмыкается по земле. Боев из птиц. Овабимы из скота. Овахаю и диких животных. Овахал Ашера. Все присмыкающиеся. Ашера Цаорес. Который двигается по земле. Вахал Оодом. И все люди. Все люди. Все у кого дыхание, есть дыхание духа жизни в его ноздрях. А все которые на суше вымерли. Интересно. Вымерли только те кто на суше. А в воде? Нет. А почему? По-видимому, мы же говорили, что это мир испортился. Духовно мир испортился. И это поколение повлияло отрицательно на всю окружающую среду. Настолько, как мы уже говорили, что они даже испортили животных. У животных ведь есть только инстинкты. Они испортили животных. И животные стали скрещиваться с другими видами. Так все находящееся на земле испортилось. А до воды порча не дошла. Вода это место чистоты. Видите, когда мы окунаемся, когда окунаемся в микви мы очищаемся. Перед едой мы моем руки очищаемся. Вода это то, что в воде духовно не испортилось. Говорят также, что не случайно Бог наказал мир именно потопом. Знаете почему? Надо было духовно очистить мир. Так весь мир как бы окунулся в микви со всех сторон. Весь мир окунулся. Вода. Я духовно очистился. Войми хвастер и сколай и кум все существующее. Эшелопные адамо, которые на земле. Мэй отдам адвэймо, чайка доскота адрамес, до птиц неба. Ва до фашумаим, до птиц неба, Ва и моху миноарах были стерты земли. Ва еще и остался Ах-Наях, только Нуах, Ва ашер и Тейбат-Ниво, который с ним в Капчеге. Давайте, голова большая, а мы всю определенно не успеем, прочитать всю не успеем. Дальнейшее продолжение, как Нуах послал ворона, потом послал голубку, потом как одну голубку, потом еще раз послал голубку, и как высохла земля. Давайте почитаем, как Бог велел Нуаху быть. Это восьмая глава, пятнадцатое предложение. Бог говорил к Нуаху, говоря, что именно ты, выходи из Капчега, а то ты, видишь, твоя жена, у вонехо и сыновья, унши вонехо и ток, и жены твоих сыновей с тобой. Кога хайо ашер и тхо, все животные, которые с тобой, меков босор, от каждого тела, бои фу вабеймо, и птицы, и скота, у вхо ремес, все присмыкающие, о ремес ауорес, который присмыкается по земле, а и ци и ток, вывези с тобой, вешорцу в ауорес, чтобы они родили в земле, уфору в рову, и плодились, и воножались ауорес на земле. Бои ци неях, вышел неях, у вонехо и его сыновья, выишти и жена, унши и вонов, и жены сыновей, и ты с ним. Кога хайо, все дикие животные, кола ремес, присмыкающие в холайб, все птицы, кей ремес ауорес, все, что двигаются по земле, мы мишфхэсэем по их видам, йоцами на тиву, вышли из ковчега. То есть, чтобы продолжать дальше иметь отношение только со своим видом. Бои ве неях, мизбеях над иной, неях постоял жертвенник перед Богом, Бои взял Микела Абхиму Атейро, от всех чистых животных, здесь от всех видов, у Микела Абхиму Атейро, всех чистых птиц, ваял игоэспамисбеях, вознес жертвенники олёд. Что такое олёд? Жертву и все сожженики полностью сжигают. Войорах аденуэ среях анихе, Бог понюхал приятный запах, то есть, Бог было приятно, что ноах принес жертву. Мы видим, что принесение жертв, это имеет большую важность. И это когда был только ноах с его сыновьями. Во имя аденуэ олибе, сказал Бог сердцу, я не добавлю проклинать больше человека из-за человека. Не буду проклинать землю я больше не буду проклинать землю из-за человека. Желание, сердце человека, плохое из его юности. Я не добавлю больше. Ударить все живое каширасиси, как я делал. То есть, уничтожение всего человечества Бог больше не будет делать. Это еще, когда уничтожение эстетичное, бывало, но не тотальное. Это когда мы орыли, еще все дни земли, зера посев, выкот сержатва, выкер вохэм, холод и жара, выкарец вохэров, лето и зима, выем влаево, день и ночь, лыжбейсу, не прекратится. А вот теперь указание Нуаху и его сыновьям. Тут уже указание. Ваеворах лаима снеях везбонов. Бог благословил Нуаха и его сыновей. Ваима лаим сказал им прурву, плодитесь и размножайтесь. Умилой славарас, наполняйте землю. Умилая хэм бэхитхэм. Ва страх. Хитхэм тоже страх от вас. И ебует. Окол хаяс орэс. На всех диких живут на збири земли. Ваокол эфа шумаим. На всех птицы неба. Бэхэр ашатир мэйсуа дому. Сёсла двигается земля. Увэхоуд гэй айом. Ивсэ рипа моря. Бэйет хэм нитону. Ва шэруки ани оданы. Смотрите. Адаму Бог сказал, что он имеет право есть траву. Траву и плоды. А животных нет. Животных и птиц нет. Не имеет права их лезать и есть. А нуаху уже сказали по-другому. Нуаху разрешили. Коурэмэ са шэухай. Сёсморосмыкающий, который живёт. Го хэмье будет вам. Го хэмье на еду. Киерек эйсэф. Как траву. Как зелень травы, которую я дал первому человеку. Носат его хэмэ скил. Я дал вам всё. С этого момента вы имеете право зарезать животное и есть его. Вопрос. А что изменилось? Что изменилось потопом? Почему до потопа нельзя было резать животное и есть, а после потопа можно? Что изменилось? Я видел объяснение такое. До потопа человек хочет резать животное и есть его. Он говорит, животное может ему сказать, послушай, тебя Бог создал, меня Бог создал. Что ты меня идёшь убивать, чтобы есть? Ну а что после потопа? Когда Нуах спас весь животный мир, то он имеет уже какое-то моральное право над ним. Но ах только босса обынавшей доме мясо, что в его душе есть кровь, вы сверху не едите. То есть запрет это всему человечеству. Взять, отрезать кусок от животного и есть. Когда животное живёт или кровь от животного это запрещено. кусок от животного нельзя есть. Это всему человечеству. И ещё указывает. Ах только с дымом вашу кровь вношу с ихом от ваших душ это же я потребую. Что это значит? Если кто-то пойдёт сам убивать себя заниматься самоубийством вашу кровь от вашей души я потребую. Скажите, то есть а у кого Бог потребует? Человек же сам себя убил. То есть он потребует от души которая остаётся. мой родственник заметил так мы не хозяева над собой. Бог создал нас и мы должны хорошо следить за тем, что Бог нам Бог передал нам на хранение себя и наши силы. И мы должны их использовать на пользу на пользу дела. Но мы не хозяева над собой. Поэтому человек не имеет никакого права наложить на себя руки. А если он это делает, то его душа будет получать наказание. Вашу кровь и вашей души я потребую. Мияд любит от других каждого зверя я потребую. То есть зверь бывает человек, а то это от руки каждого животного я потребую. У Мияда отдам от руки человека Мияд ищ охи. Рука ищ человек своего брата. Человек убивает брата. Это же я потребую. Я с нефиш одом душу человека. Рамбан объясняет, что значит от руки животного я потребую. Что это уже расчеты Бога. Животное, которое убивает человека, чтобы оно тоже погибло. Шейфер дамо одом кто приливает кровь человека руками человека его кровь должна быть пролита. То есть за убийство полагается смертная казнь. Потому что подобие Бога по облику Бога Бог сделал человека. А вы плодитесь и размножайтесь. имейте детей на земле урву и размножайтесь на ней. Это важная заповедь. Первая заповедь написана вторая чтобы плодиться и размножаться. и и его сновьям с ним говорят так. Союз. Все, кто выходит из Ковчега, все животные земли. Я установлю мой союз с вами. Не будет уничтожено колбаса, все живое, все тело, еще мимиа мабу, от ввод потопа. Не будет больше потопа, уничтожит землю. То есть это Бог устанавливает союз, что больше потопа не будет. Тотального на весь мир. Какое-то наводнение на какую-то страну, может быть, но тотального на весь мир, на все человечество не будет. Во ем ра гим сказал Бог, здесь и сабрис. Это знак союза. Я даю между мной и между вами, между всякой живой душой, который с вами, на вечное поколение. Что? С каждой мою радугу, я уже дал бы ему в облаке. Это будет знаком союза. Между мной и между землей. Радуга будет знаком, чтобы тотальное уничтожение на мир не придет. Чем именно радуга является знаком союза? Во-первых, радуга появляется, когда идет дождь. А во-вторых, Рамбан говорит так. Обычно, чем воевали? Когда-то. Гуком и стрелами. Радуга по форме. Теперь так. Как стреляют? Натягивает сетиву, и стрела летит. А тут радуга, ее круг обращен к небу. Это перевернутый лук. Лук. Это символ войны. Перевернутый лук. Символ мира. Теперь. Ну и кроме того, у радуги нет сетива. Поэтому лук это символ мира. Между Богом и человечеством. Будут облака на земле. Покажется радуга в облаке. Везохарте из Брисы. Я вспомню мой союз. Ашабейни и увенеха, который между мной и вами. Увенька у нефеш хайоб и холбосор. И всякие живой душой. В каждом целе. В грее еид амай им рамабу. Больше вода не будет потопом. Гешахейс уничтожить холбосор. Все существующее. Боица, Акешас беонан. Лук будет в облаке. У Рисы, я увижу. Лиске вспомнить Брис. И он вечный союз. Бейн и раим. Между Богом. Увенька у нефеш хайоб. Между всякой живой душой. В холбосор каждого тела. Ашер ала орец. Который на земле. Т.е. Бог закручил союз. Тора нам дальше рассказывает историю. От трех сыновей Нуаха появились все народы. И в нашей голове упоминается, какие сыновья были у Шейма, какие у Хама, какие у Ефета, какие внуки и от кого появились народы. Это в нашей голове дальше. В нашей голове есть еще темы. Ну, одна из тем это разделение языков. Что хотело поколение разделения языков? Есть разные рассказы в Медражиме. И разные группы. Кто-то хотел, а мы... Что это такое? Он наверху, а мы внизу. Что это такое? Поднимется наверх. Что это такое? И они пошли строить. Что Бог сделал? Смешал языки. Один говорит, дай мне кирпич. А тот подает ему что-то другое. Кто-то его удаляет. И так они стали ссориться и не могли построить город, который они планировали. В Медраже говорится, что разные группы были. Какая-то часть из них погибла. Часть смешались. А часть стали обезьянами. Так Медраж говорит. Часть стали обезьянами. Видите? Обезьяны и люди имеют какое-то отношение. Но, оказывается, по Медражу некоторые обезьяны появились от людей. Я видел интересный комментарий на это. Объяснение немножко в другой форме. Что люди хотели... Люди того поколения хотели, как говорится, взять полное... Смотрите, Бог сказал человеку, чтобы он управлял природой и захватываете руководителя. Но они хотели как бы... Тут мы управляем, но есть хозяин. И мы о нем знаем, и ощущаем, и считаемся. Они хотели быть полными хозяевами. Мы сами новый мир построим. И чтобы нам никто ничего не указывал. Мы сами... Мы сами будем руководить. Мы сами будем делать. Это... Мне кажется, что этот подход, как я говорю, чувствуется. Чувствуется и в других поколениях тоже. То есть они хотели полностью выйти под управление Богом. И... И... Бог их рассеял. Каким путем? Смешал языки. Один не понимал другого. И... Так они... Разошлись и развелись. Но это относится не только к тому поколению. Если надо... Бог дал нам разум, и человек должен стараться. Но надо понять, что все, что мы стараемся и мы делаем, но есть руководство Бога. Если человек очень-очень старается и не идет, иногда он может... Должен подумать, а может быть, с небес... Не надо так делать. То есть... Человек должен знать, что есть управление Богом. Тут мы заканчиваем. То есть... Это то есть... Как разум. Продолжение следует...